Дорогие друзья, мы переходим с вами к изучению самого длинного псалма в псалтыре. Один этот псалом составляет целую кофизму. Традиционно замечу, что наши беседы проходят в Срединской духовной семинарии и записываются порталом экзогет.ру. Псалом 118. Он написан акростихом. 176 его стихов разделены на 22 раздела, каждый из которых состоит из восьми строк. Каждая строка в первых восьми стихах, вторых восьми стихах, третьих восьми стихах начинается с соответствующей буквы еврейского алфавита. Итак, первый раздел начинается с алиф, второй раздел с бет, третий раздел с гемель, далит и так далее. До конца, до последней 22 буквы еврейского алфавита. Итак, в псалме 22 раздела. Ну а теперь рассмотрим подробнее каждый из 22 разделов псалма в контексте тех букв еврейского алфавита, которые служат началом для каждых следующих восьми строк очередного раздела. Раздел Йод. 73-80 стихи. Далее псалмопевец продолжает рассуждать о справедливости наказания его Господом. Видимо, ему уже ничего другого не оставалось, как наказание привести человека в чувство. Господь не мог наказать по ненависти, ибо Сам же создал человека, руки Божьи сотворили и вылепили его. Созданный по образу и подобию Божию человек сам решил выйти из повиновения ему. Чтобы уберечь любимое создание от погибельного пути, Господь наказал, наказал, взвесив все на чаши весов справедливости. Пять просьб со словами «да будет» 76-80 стихи развивают три темы, в которых можно усмотреть тезис, антитезис и синтез. Тезисом является тема милости Божией. Она дает утешение и жизнь. 76-77 стихи. Антитезисом является тема гордецов. Они не размышляют о повелениях Божьих, беспричинно угнетают, позорят других за то, что и сами впоследствии будут постыжены. 78-80 стихи. Синтезом является образ боящихся Бога людей. Они знают откровения Божии и радуются тому, что автор псалма присоединяется к их духовному богатству. В свою очередь и сам псалмопевец имеет нечто из опыта жизни, что может послужить поучительным уроком для боящихся Господа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok